Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Теоретическая и практическая борьба с современными формами оппортунизма в левом движении в РФ и на международном уровне». Видеозанятие «Первый секретарь ЦК РКРП Степан Сергеевич Малинсов». Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Напомню, оппортунизм в переводе с латинского означает «удобный», «выгодный». Исторический оппортунизм, как реакционное течение в рабочем движении, возник в Англии в середине XIX века. Почему в Англии? Потому что Англия была передовой стороной капитализма на тот момент, имела колониальные владения. И получала в буржуазии Англии большую прибыль за счет эксплуатации этих колоний. И могла подкупать, выражаясь ленинским языком, платить высокую заработную плату верхним слоям английского пролетариата. Части верхних слоев английского пролетариата. Они, как правило, являлись членами профсоюза, являлись членами каких-то спортивных обществ, религиозных обществ. Ну и вели достаточно такой мещанский образ жизни. И создавалась иллюзия, что такая благополучная жизнь может быть для всего пролетариата, для всего рабочего класса. Это экономическая основа, экономическая почва оппортунизма. Позднее Владимир Ильич Ленин, исследуя новейшую стадию капитализма, империализм, он еще раз подчеркнул вот эту связь оппортунизма с частью верхних слоев пролетариата, которые подкупала буржуазия за счет монопольно-высокой прибыли. Причем она подкупала, как в отдельных отраслях, имела возможность, там, где большая прибыль буржуазия, и она частью делится. Так же и на уровне государств. В свое время мне приходилось дважды на своем опыте сталкиваться с рабочими, которые говорили, ну являлись на время, так сказать, на короткое время, да, получали большую заработную плату, а потом оставались у разбитого корыта. Впервые это произошло, все, наверное, помнят, забастовку в Пикалево и перекрытие трассы. И когда мы поехали туда, непосредственно в зону этого конфликта, разговаривали с работниками предприятия, они рассказывали, что на первых порах у них заработная плата была достаточно высокая. Причем в несколько раз выше средней заработной платы по области. И они были довольны происходящими процессами, и, естественно, их все устраивало до пары для времени. А потом, когда грянул кризис, вот этот раздел собственников, конфликт между ними, что даже Путин был вынужден вмешиваться, да, потому что волнение очень серьезное, ему на городе работы нет, и деваться некуда. То вот здесь произошло осознание. Второй раз я встретил товарища на Российском комитете рабочих, когда был в Нижневного городе. Приезжали товарищи с Балахны, с бумагоделательного комбината. Они рассказывали, что тоже на первых порах в 90-х годах, после акционирования предприятия, заработная плата на этом предприятии была, в несколько раз выше, чем в других предприятиях города. И они были очень довольны, у них был очень сильный профсоюз, коллективный договор. А потом заработные платы стали проводить, видимо, в соответствии со стоимостью рабочей силы в целом по России, по региону. И началась борьба. Борьба против профсоюза, который отстаивал коллективный договор, который был в свое время заключен. Были там прописаны определенные условия, и поскольку он не хотел, профсоюз не хотел ухудшать положение рабочего класса, положение работников предприятия, то против него начались действия, администрация негативная. Высилила их там и прочее. Создала свой профсоюз. Ну, как обычно, членов профсоюза начали прессовать. Но в результате они оказались за воротами, организация, так сказать, долго не смогла в таком режиме существовать за счет давления. Не все выдерживали, но их выдавили. Заработная плата там стала обычной. То есть вот на короткие промежутки времени в отдельных отраслях, короткие промежутки, это исчисляется годами, да. Она имеет возможность подкупать за счет монопольных прибыли в данной отрасли. Это является экономической основой оппортунизма. По сути дела, вот эти слои рабочие, они наиболее подвержены в эти моменты буржуазной идеологии и являются сами проводниками этой буржуазной идеологии в рабочем движении. После победы марксизма оппортунизм пустил корни в самом движении. В России, если мы вспомним, Владимир Ильич Ленин боролся с оппортунизмом. Вначале это был экономизм, в форме экономизма существовал. Говоря о том, что партия рабочего класса, социал-демократы тогда, должны заниматься рабочим движением, экономической борьбой, но не лезть, так сказать, в политику, выдерживать его. Оно стихийно должно развиться, и когда оно разовьется, вот только тогда можно заняться более высокими задачами. А пока будем заниматься экономической борьбой. Ну и потом оно существовало в форме мельчевизма. После победы, как вы знаете, тем не менее, оппортунизм никуда не делся. Пока есть классы, классовая борьба, существуют и различные уклоны, в том числе и партии. И партия вынуждена была бороться в своих собственных рядах с оппортунизмом. Какие инструменты использует оппортунизм? Ну, в принципе, инструменты там два. Догматизм, то есть они сами себя называют во многом внутри марксизма коммунистами. Марксистами, ленинцами, сталинцами, многие еще называются. Инструменты, которые они используют, тут догматизм. Догматические, как заклинания, какие-то выводы начинают, которые классики сделали, начинают бездумно переносить на сегодняшний день. Догматизм. Либо ревизионизм, наоборот, под видом развития каких-то учений Маркса, они вводят туда мысли, которые прямо противоположны марксизму. Существует два вида условно, уклона, правый и левый. Правый оппортунизм и левый. При этом правый, он не всегда пытается скрыть свой оппортунизм. Ну, например, как Геннадий Андреевич Жиганов. Не всегда пытается скрывать. А вот левый оппортунизм всегда прикрывается революционной фразой. Вот это их отличие. Ну, в настоящее время на территории России, да, правый оппортунизм, классический, наверное, это в лице КПРФ. Вот это та сила, та организация, которая его проводит. На уровне международном это евролевые, которые объединились, которые сняли со своих знамен серп и молот, диктатуру пролетариата и пытаются врастать капитализм, говоря о каких-то о третьем пути, либо о рыночном социализме и прочей концепции их. Вот если взять Российскую Федерацию в теории, что у нас происходит с КПРФ, вы прекрасно знаете, что они сняли лозунг, основной постулат о революционном преобразовании. Они говорят, Россия исчерпала левит на революцию. Ну, Геннадий Андреевич так говорит, теоретически. Он говорит о неком народовластии все время. Голосуйте народовластие, он понимает так, что нужно проголосовать за КПРФ по спискам. И вот тем самым они возьмут большинство в Государственной Думе и будет установлено таким образом народовластие. Они говорят в экономике о народных предприятиях. Народные предприятия в их представлении, это в условиях капитализма, частно-собственническое предприятие с равными паями. И приводили нам примеры таких предприятий колхоз Грудинина. Но на проверку оказалось, что оно совсем не народное, а грудининское, обычное капиталистическое предприятие, где есть главный собственник, главный акционер, который ничем, мало чем отличается, кроме как названия, да, совхоз Ленина, кроме названия, там, еще каких-то мифов вокруг этого предприятия. Он ничем не отличается от обычного капиталистического предприятия, которое создано для того, чтобы получать прибыль частным собственникам, акционерам, у которых узкий круг. На практике, значит, оппортунизм как себя проявляет? Ну, все время, я как говорил, форма существования, это получить депутатские мандаты, и поэтому они все время в практическом плане создают, значит, программные обещания такие, и голосуйте за нас, и мы, как только вы нас изберете, сделаем ряд преобразований, которые улучшат вашу жизнь. Но если мы посмотрим на, кто собирается делать вот эти преобразования, то обнаружим, что в списках КПРФ очень много людей, имеющих достаток, именно в буржуазии, да, которые либо люди близкие к власти, например, генерал Черкесов, человек близкий к власти, либо какие-то миллиардеры в их списках, причем даже есть депутат, который получил доход больше всего в Думе, он почему-то оказался во фракции КПРФ, самые богатые люди оказываются там. Но они просто покупают себе депутатские места, финансируя, при этом оправдывается, что эти люди должны быть в списке, потому что они помогут провести, так сказать, предвыборную программу, предвыборную кампанию и помочь привлечь дополнительные голоса. Так это оправдывается. В действительности эти люди, конечно, стремятся в Думу, чтобы проводить свои интересы, и они не собираются выполнять свои предвыборные обещания, потому что вот даже вспомним, были выборы, когда Зюганов победил Ельцина в 96-й год, хотя избирательная комиссия призналась небольшим перевесом Ельцина, но тем не менее борьбы никакой Зюганов оказать не смог, то есть он не хотел реально получить портфель президента, потому что надо отвечать дальше. И еще надо этот портфель было бы отстоять перед лицом Ельцина, который накануне, там, несколько лет назад расстреливал парламент. То есть он показал, что он готов бороться за войс. Поэтому он первый поздравил товарища Ельцина, а когда был дефолт, через несколько лет, он спасал уже государство в Буржуазии путем выдвижения, так сказать, лозунга о правительстве народного доверия, посылал своих, свою профессиональную команду в это правительство, это Масляков, например, такой, да, и очень гордился тем, что они с Ельциным на пару спасли страну, как они говорили. А чего они сделали? По сути дела, они спасли буржуазию, да, у власти. Вот что они сделали. Поэтому его задача основная, Геннадий Андреевич, это оберегать буржуазное государство, проводить вот эти, не допускать роста социальной напряженности, мешать организации становлению рабочего класса самостоятельную политическую силу, он всячески это мешает, препятствует этому. И за это, собственно, он достоин определенных званий и наград от российской власти. В частности, у него есть медаль Столыпина. Еще раз обращаю внимание, он награжден медалью Столыпина по словам Владимира Ильича Ленина «Убервешиватель России». Последние, так сказать, теоретические находки Зюганова, они состоят в том, что в связи со столетиям памяти Владимира Ильича Ленина он издал статью насчет Зюганов, в котором говорит много хороших слов в адрес Владимира Ильича, приносит, так сказать, его заслуги, действительно, те, которые имели место, но проводит реакционную идею о том, что Владимир Ильич, он является, по сути дела, автором Российской Федерации. То есть он создатель СССР, СССР и дальше перекидывает мостик в современные Российские Федерации. Автор Владимир Ильич, «Буржуазная Россия». Так выходит. То же самое он делает с Иосифом Георгиевичем Сталином, выставляя его неким державником, строителем государственности российской на основе славянской общины, как он говорит, основе вот этих религиозных духовных скреп и прочее. То есть, по сути дела, Джиганов насаждает не научное, а религиозное мировоззрение, но является оппортунистом, который, собственно, не очень не скрывает. В настоящее время, вот сегодня, Совет Федерации объявил что 17 марта будут выборы президента. Естественно, в этой кампании будут участвовать ряд политических партий, в том числе и КПР. они сказали, что мы в конце декабря проведем свой съезд и выделим кандидатов в депутаты, кандидатов в президенты. В прошлый раз они выдвигали Грудинина, в этот раз мы посмотрим, кого выдвинут. Тем не менее, тот праймерис, который был организован левым фронтом, как в прошлый раз организовали, несколько туда фамилий натыкали, и по результатам праймериса якобы победил Грудинин от лица всей левопатриотической оппозиции, как они говорят, единый кандидат всех левых патриотов. В этот раз они свернули этот проект. Вполне возможно, что пойдет на выбор сам Геннадий Андреевич. Но посмотрим. Тем не менее, программу свою он наверняка предвыборную, так сказать, опять посылы выберите меня и я сделаю то-то, то-то и то-то. Но какая позиция у других политических сил, которые выражают в той или иной части интересы рабочего движения? Я разговаривал с нашими товарищами ЗКП, с Лакеевым вчера. Какую позицию вы займете на выборах? Я предложил им свою. Как вы помните, на прошлых выборах президента мы выдвинули Наталью Лисицыну кандидата в президенты. Почему? Потому что мы считаем, что рабочий класс должен становиться сам, самостоятельной политической силой. Не надо ему никаких представителей и посредников. Он должен сам. Выдвижение представителя рабочего именно наиболее понятное для рабочих. Потому что нет посредника, вот сам рабочий человек выходит на эту трибуну. Для чего? Для того, чтобы призвать рабочих, братьев своих, по сути дела, по положению, призвать к организованной борьбе. Не верить в выборы президентские, не верить, что кто-то там чего-то сделает. а в данных условиях надо организовываться, сплачиваться и бороться все вместе против этого строя. Задача такая. Это сложная задача, но, по крайней мере, мы пытались ее реализовать в тех условиях, потому что на тот момент других задач мы решать не могли, соотношение сил не позволяло. Это была наша концепция, и в этот раз мы придерживаемся схожей. Товарищи из ОКП, я им предложил поддержать вот эту идею саму, они обсудили у себя на президиуме и сказали, что нет, мы пойдем немножко другим путем, мы сформируем 11 вопросов, на данный момент, может быть и больше, ну как минимум 11 вопросов и зададим их кандидатам в президенты. И те, которые, значит, получены если от них ответы, те, которые согласятся поддержать, выполнить вот эти требования, которые они сформулируют, то мы будем этого кандидата видимо поддерживать. То есть, ну по крайней мере понятна позиция, да, а через эти вопросы они реализуют свою превыборную, по сути дела, программу, вложат ее в уста какого-то кандидата в президенты, ну, в зависимости от дальнейшего, либо поддержат кого-то, либо скажут, что никого не поддержат. Я спросил, а что же за вопросы у вас? Какие вот? Ну там вопросы от, начиная, переименуете ли вы Волгоград в Сталинград, готовы ли переименовать вот это, да, до готовы ли вы, если станете президентом, снизить пенсионный возраст до советских значений. Ну, я думаю, что кандидат от КПРФ согласится, потому что он будет понимать, что он никогда не будет президентом, мы понимаем, что в данных условиях, да, при данном соотношении сил, раз власть пошла на выборы, то, скорее всего, победит Путин, останется, поэтому, конечно, может согласиться, то есть, это мало что дает эти вопросы. Я посоветовал им по организации борьбы, будет ли он призывать работников организовывать, вести собственную борьбу, но он записал вот эти вопросы, будут обсуждать, по крайней мере, хотя бы так, пропагандировать классовую борьбу. Напомню, что на прошлых выборах вот рабочая партия России какую позицию заняла, она не поддержала наш ход, в то же время она поддержала программу Сурайкина. Там, может быть, с точки зрения самой программы она была хорошая, может быть, я не буду ее судить, но понятно, что Сурайкин не собирался выполнять эту программу никогда, и само по себе, кто он такой, он еще более правый оппортунист, чем Геннадий Андреевич Зюганов, и просто поддерживая эту программу, саму программу, по неволе ты поддерживаешь и кандидата, который озвучивает, и вот это большое, мне кажется, вред наносит рабочему движению, потому что Сурайкин тоже не призывал никого к организованной борьбе, он говорил, выберите меня, и я делаю то-то, то-то и то-то, и он говорил, что он сделал, но он этого сделать не мог, даже если бы его избрали, никто бы ему не дал это делать, это сделать может только сам рабочий класс, если будет бороться. При этом, я говорю сразу, при всей критике КПРФ, мы, тем не менее, идем на заключение временных союзов, тактических, по каким-то вопросам. Сразу отметать и говорить, что оппортунисты никаких между нами отношений быть не может, это тоже неверно, это перегиб уже в другую сторону. Мы показываем их лицо, не скрываем его, но при этом иногда в силу обстоятельств заключаем временные союзы. Например, сейчас мы вместе на международном уровне проводим антифашистскую политику, антифашистскую позицию против нацистской Украины. Мы действуем в союзе с КПРФ и здесь мы нашли как бы точки соприкосновения. Находим эти точки соприкосновения иногда и в выборных кампаниях, когда выдвигаем своего кандидата по их спискам со своей программой и используем возможности КПРФ без сбора подписей идти. То есть есть вещи здесь надо диалектически подходить каждый раз к этому вопросу. Где мы можем использовать, а где надо так сказать вскрывать и отказываться от каких-то шагов. То есть нельзя никогда приносить стратегическую цель цели синиминутные, конкретные. То, что делают оппортунисты. То есть они стратегическую цель приносят в угоду каким-то мелким поблажкам, мелким достижениям. Отказываясь от борьбы за более высокие. По правому оппортунизму я рассказал. То есть по левому. Левый оппортунизм я хотел бы в настоящий момент наиболее опасный. Это тот оппортунизм, который исходит от руководства Компартии Греции. Поэтому я на нем остановлюсь более подробно. На международном уровне мы входим в систему Солиднет. Мы это Российская Коммунистическая Рабочая Партия. Система Солиднет объединяет достаточно большое количество рабочих коммунистических партий. Они конечно разношорстны по своему составу. есть там наряду с небольшим ядром коммунистических партий действительно коммунистических основная масса такая оппортунистическая. Даже есть евролевые. Тем не менее это та площадка где можно вести дискуссию, можно вести определенную теоретическую борьбу, находить связи, находить союзников. Поэтому мы с самого начала образования этой площадки Солиднет мы там являлись участниками постоянными, входили в рабочую группу и активно работали вместе с организаторами этой площадки, с нашими коллегами как раз с компартией Греции до известных пределов. Мы с ними сотрудничали. Основные наши расхождения они проявились во время специальной военной операции после ее начала. До этого более-менее мы вели дискуссии, не во всем были согласны, но здесь произошел водораздел. Греческая компартия она совсем по-другому трактует действия, политику проводимую Российской Федерацией на Украине считает вторжение на специальную военную операцию, по сути дела, защиту Донбасса, она считает это неприемлемо вторжением и причиной попытка российской буржуазии аннексировать Украину. Вот исключительно этот мотив ее толкнул на проведение специальной военной операции. Все остальное это слова прикрытия, верить этому нельзя, говорят греки, поэтому мы должны это все осудить. И ссылается при этом на работу Владимира Ленина, империализм, как высшая стадия капитализма и на его выводы в том числе из других работ по характеру Первой мировой войны, где он говорил, что она империалистическая. И раз она империалистическая, на тот момент Владимир Владимирович говорил, что каждую войну нужно изучать отдельно, конкретно исторически подходить к каждой войне. И вот ту именно войну он характеризовал как империалистическую со всех сторон. Но это не значит, что теперь все войны будут империалистические и несправедливые со всех сторон. Но такого вывода он не делал. А товарищи из Компартии Греции видимо этот вывод каким-то образом делают из этой работы, потому что они, опираясь на эту работу, признали войну империалистическую со всех сторон на Украине. Они говорят, что с одной стороны НАТО борется за Украину, за рынки сбыта, с другой стороны России за то же самое. Но вот если следовать их логике, предположим, то за что борется сама Украина? Получается Россия неприемлемая вторжения, значит она ведет освободительную борьбу справедливую. Получается а за что? За то, чтобы НАТО и США дальше грабило. При этом товарищи не видят совершенно фашизма на Украине, нацизма как-то закрывает на него глаза. Мы об этом поговорим поподробнее. Значит свои выводы по характеру о характере империалистическом они делают на основании развития как они говорят ленецкой теории империализма применительно к сегодняшнему дню. И говорят о том, что в настоящий момент вот эта империалистическая система она присутствует во всем мире и все страны можно разделить по их положению и представить в виде структуры пирамиды. Есть те, которые наверху, есть которые внизу, но все они империалистические. Эта теория она вообще говоря о Портонисе чем отличается вот еще выделяется его черта? Тем, что он какие-то туманные размытые такие границы высказывания своей позиции она не четкая и читая пытаясь понять эту теорию пирамиды которую греческие товарищи наши выдвинули там тоже трудно понять и как-то ухватить что они конкретно хотят сказать. из доклада секретаря Компартии Греции съезду Греции есть такая фраза оппортунизм оправдывает они борются с оппортунизмом говорят оппортунизм оправдывает свою деградацию призвольно трактуя цитаты Маркса и Энгельса они призвольно трактуют фразу Ленина в его известной работе империализм как высшая стадия капитализма что Одногорска очень небольшого числа государств грабит подавляющее большинство государств в мире значит империализм отождествляется они дальше делают его с очень небольшим числом стран которые можно перечислить по пальцам одной руки а все остальные являются подчиненными угнетенными оккупированными вследствие подчинения либеральной концепции они говорят что вот это оппортунисты из этой фразы делают такой вывод что небольшое число грабят и оппортунисты делают вывод что и сегодня значит вот этих стран которые грабят можно перечислять по пальцам одной руки исходя из этого утверждения они говорят что это не так сегодня стран находящихся на вершине в первых рядах международной империалистической пирамиды мало даже можно сказать используя ленинское выражение их всего лишь горстка но это не означает что все другие капиталистические страны являются жертвами сильных капиталистических государств что буржуазия в большинстве стран поддалась давлению несмотря на ее общий интерес что она развращена то есть это не значит что буржуазия которая находится наверху пирамиды другими словами грабит тех кто внизу этой пирамиды вот что хотят скайгреческие товарищи то есть по сути дела они ревизируют сами это положение при этом никаких то данных подтверждающих вот их утверждение экономических данных в Ленина очень много выкладок статистических то есть он анализировал и делал выводы на основании конкретных цифр изучения экономики изучение конкретных примеров практики которую империалисты того времени проводили свои экономические деятельности у греческих товарищей ничего этого нет у них просто какие-то утверждения поэтому давайте изучим нынешнее положение крупных стран задействовано в конфликте стран используя ленинскую методологию что мы можем сказать чем характеризуется капитализм и империализм его следующая высшая стадия неравномерность и развитие и скачкообразность Владимир Ленин говорил что 50 лет назад влияние Германии по сравнению с Англией было ничтожным 50 лет назад а сейчас это 1914 15 а сейчас она уже начинает конкурировать на равных в то время как Англия приходит в упадок по сути дела ее развитие то молодой империалистический хищник Германия на тот момент она вот развилась за последние десятилетия последние десятилетия возьмет 30 лет вот валовый внутренний продукт но это говорит о развитии экономического стран США увеличили свой валовый внутренний продукт в 4 раза за это время и в настоящее время он составляет 25 триллионов долларов валовый внутренний продукт это за год то что производится товары и услуги стоимость Российская Федерация за это же время за 30 лет в 4 раза тоже увеличила и составляет 2 триллиона долларов на порядок меньше то есть вклад Российской Федерации крайне низкий по сравнению с США Китай за это время увеличил свое производство своей мощности в 50 раз вот он скачок составляет 18 триллионов 30 лет назад экономика Китая уступала Российской Федерации а теперь она ее превосходит на порядок буквально за 30 лет мы видим на практике как изменяется соотношение сил при этом говорить о том что Россия заняла какое-то мощное положение укрепилось за это время и претендует на передел рынка пока не приходится по Китаю мы можем сказать за счет чего происходит грабеж и стрижка купонов эмпиристическими хищниками остального мира за счет чего но прежде всего Владимир Ленин написывал как это происходит например дается кредит кредит дается под конкретное какой-то проект инвестиционный скажем так и на этот кредит страна должник покупает у страны кредитора у того же империалиста товары и строит какой-то объект который принадлежит на определенных паях вот этому пускать инвестору поместителю поэтому здесь грабеж идет дважды с одной стороны даешь кредит получая с него процент с другой стороны продаешь свои товары под этот кредит это практика она и сейчас происходит везде но та страна которая взяла кредит она попадает в определенную долговую зависимость внешний долг получается у нее посмотрим на структуру внешнего долга вот если взять все страны всего мира все страны сложить получается что общий долг всех стран 90 триллионов долларов вот на сегодня 90 триллионов все страны кому-то должны 90 триллионов США долг США 30 триллионов 30 процентов мирового долга всех стран приходится США Китай 2 триллиона Российская Федерация мы знаем 500 долларов ну примерно 480 полтриллиона глядя на это что можно сказать что США страна должник что ее опутали долговой давкой и не она эксплуатирует весь мир да и получает стрижет купоны а наоборот с нее вот глядя на эти цифры а давайте посмотрим за счет чего такой долг структура этого долга внешнего долга кому должна США вот если мы начнем изучать откуда взялись эти 30 миллионов то цифры будут такие 40 процентов этого долга 40 процентов 30 триллионов это долг перед ФРС Федеральная резервная служба США то есть США взяла в долг почему они назвали внешне непонятно у самого себя у ФРС которая напечатала бумагу и дала 40 процентов 35 процентов это долг перед штатами то есть Соединенные Штаты взяли у своих штатов долг и сказать вот такая цифра получилась и только 25 процентов этого долга это долг перед иностранными государствами 25 процентов если мы посмотрим какие государства кому должна Соединенные Штаты Америки самый крупный кредитор получается согласно этим цифрам это Япония у меня больше долг у Японии но при этом изучая внешнюю долговую нагрузку Японии окажется что она на втором месте после США у нее самого 19 триллионов долга внешнего у Японии ситуация здесь очень простая вот я например даю Виктора Ивановича в долг деньги я остаюсь должник Виктор Иванович дает Виктор Аркадьевич Виктор Аркадьевич дает мне мы все должники на самом деле кто кому должен понять из этих цифр трудно мы все должники поэтому вот эта цифра долг 90 триллионов она мало нам что говорит и делать выводы о ней что кто кому чего должен честно говоря не приходится для того чтобы понять истинное положение надо использовать еще другие критерии какие критерии но мы знаем что отличительной чертой империализма является вывоз капитала который имеет большее значение чем вывоз товаров вывоз товаров давайте посмотрим за 2022 год экспорт импорт в Соединенные Штаты Америки экспорт 2000 миллиардов импорт 3400 то есть она ввозит товаров больше чем производит то есть она потребляет товаров больше чем производит видно из этой таблицы да Китай экспорт 3600 импорт 2700 в миллиардах то есть Китай пока на данный момент производит больше чем потребляет чем возит это общие цифры то есть он производитель товаров США потребитель товаров Российская Федерация экспорт 550 импорт 380 то есть тоже производитель товаров ну в основном это минеральное сырье как мы знаем одобрение сельское хозяйство на экспорт мы видим что Соединенные Штаты Америки является потребителем материальных благ они производители производят другие страны пока Китай хотя она резко вынесла ее влияние тем не менее она пока еще является производителем по инвестициям по вывозу капитала вывоз капитала в современной статистике отчасти его называют прямые иностранные инвестиции это когда покупаешь 10% не менее 10% в каком-то предприятии это называется прямая иностранная инвестиция то есть долгосрочное управление влияния на политику предприятия ну и получение прибыли естественно вот если мы посмотрим по данным всемирного банка на какая страна сколько инвестиций сделала в Соединенные Штаты Америки 258 тысяч триллионов инвестиций Китай 203 1492 триллиона инвестиций Гонконг 86 362 то есть там какие-то заобучные цифры совершенно начинаем разбираться откуда такие есть страны офшорные для инвестиционных операций дело в том что буржуазия пытается скрыть назначение своей инвестиции она переводит инвестицию посредник вот я например хочу что-то инвестировать я перевожу Виктора Ивановича Виктора Иванович переводит Виктора Аркадьевича Виктора Аркадьевича еще кого-то вот эта цепочка она каждый раз накручивается накручивается цифры растут а кто конечный потребитель инвестиций непонятно потому что связь теряется каждый отчет каждой страны я показываю что я перевел ну сказать как правило переводится в специальные офшорные зоны и вот эта страна офшорная зона которые экономически ничего из себя не представляют это Нидерланды Кипр какие-то острова там маленькие совершенно ничего из себя не представляющие тем не менее у них очень большие цифры по инвестициям которые приходят и уходят куда уходят это тоже опять же очень сложно понять сколько где каких инвестиций произошло за это время если мы возьмем отчет Центробанка за 2021 год официальную статистику то мы увидим что доход от инвестиций это отражено в нашем балансе в Российской Федерации к получению 71 миллиард долларов то есть к получению это то что получает Российская Федерация инвесторы которые российские они вложили в другой стране и они должны получить 71 а к выплате это то те иностранные инвесторы которые вложили в Россию они должны получить 124 и того в результате значит от этой деятельности минус 53 то есть российская грубо говоря буржуазия должна зарубежной 53 миллиарда но расплачивается за все рабочий год то есть с нашей страны с Российской Федерации с нас иностранные инвесторы вытянули 53 миллиарда в итоге получается здесь не Россия стрижет купон не российская буржуазия а наоборот с российских трудящихся стрижет купон по данному отчету понятно что есть другие статьи инвестиции каких-то скрытых моментов это не единственный способ получения дохода но тем не менее по этому направлению по инвестициям в минусе по 2015 году я нашел данные значит чистый инвестиционный продукт это что такое это инвестиции которые сделаны в США сделаны из США вот это разница получилось что из США инвестиции она инвестировала чистой за вычетом 7500 миллиардов долларов она инвестировала вот если все это убрать все что я вам говорил вот эти вот взаимные пересекающиеся переводы инвестиций с одной вместо в другой то в результате из США утекло 7500 миллиардов из Японии за это время 3500 а чистый инвестиционный доход то есть это опять же вычет примерно как здесь да то что должны США каким-то инвесторам международным и то что должны и так вот в пользу США 191 миллиард за 2015 год а в Японии 171 получается что принципиально с тех пор со временем Владимира Ильича ничего не изменилось то есть есть страны страны которые получают доход от вывоза капитала не от вывоза товаров потому что Соединенные Штаты например вывозят товара меньше чем ввозят но при этом получают доход от капитала вывезенного ранее то есть они живут за счет другой страны ну это понятно но в данных случаях это видно в цифрах каким образом инвестиции у Китая честно говоря очень сложная тоже картина и статистика вот например все инвестиции которые делаются из за рубежа в Россию считаются экспертами что 70% имеют российское происхождение они выводят в офшир российский капиталист а потом завозят обратно потому что тем самым он оптимизирует налог на прибыль поэтому говорить о том что все вот эти миллиарды они ушли иностранцам мы тоже говорить так не можем 70% от этого только идет иностранцам а остальное оно возвращается так или иначе обратно или прикарманивает российская бюджиазия примерно то же самое и в Китае Китай начал проводить политику привлечения иностранных инвестиций во второй половине 80-х годов ну так вот я изучал этот вопрос они принимали специальные законы и становилось выгодным инвестировать китайской буржуазии которая начала тогда появляться не сказать путем вывоза вначале капитала за рубеж а потом ввозом его обратно и 25% всех инвестиций которые идут в Китай это являются сами китайские инвестиции которые возвращаются обратно потому что это более льготно льготные условия последнее время режим санкций включился на китайские товары Соединенные Штаты включают ограничивают а как мы видим Китай живет в основном за счет вывоза товаров за счет торговли и для того чтобы обойти эти санкции китайские предварители начали строить заводы в третьих странах которые из китайских товаров собирают комплектуют и уже готовые изделия завозят в те же США в ту же Европу то есть тот товар который как бы обходит санкции не попадает в это выпадает из статистики естественно из китайских как предведенных товаров ну и вроде как предведенных в третьей стране здесь можно что сказать что в принципе попытка скрыть истинное происхождение капитала происхождение товара создание офшорных зон и товарных и инвестиционных оно приводит к тому что вот эти инструменты не позволяют самим империалистам контролировать вот эти процессы до конца вот они вводят санкции против России да и тут же говорится о том что эти санкции нарушают третьи страны что мы должны еще какие-то там меры контроля ужесточить и ввести чтобы не обходили почему потому что они сами создали такую систему непрозрачную непонятную с этими дутыми пузырями с переводами они сами ее породили и теперь она просто используется против них более слабыми соперниками на данном этапе но они используют против них ту систему которую создали сами империалисты говорить о том что Российская Федерация является в настоящий момент стрижет купоны государством ранте пока не приходится пока не приходится не значит что через какое-то время она не будет может быть будет а может быть и нет может быть социалистическая революция случится раньше но тем не менее на данном этапе мы говорим что она пока не является государством рантье что еще приводит данные по изменению социального состава вот он исследовал Англию численность государства рантье приводит к тому что меняется сама структура внутри страны рабочего класса становится меньше в относительной величине больше становятся обслуги различные но других категорий которые обслуживают буржуазию обслуживают это рантье или сами так сказать занимаются самообслуживанием живут за счет доходов более мелких количество в процентном отношении количество занятых рабочих промышленных уменьшается в Англии оно уменьшилось помните вот эти концепции постиндустриального общества на примере Соединенных Штатов Америки разработались целые сфотологические учения где говорили о том что весь мир движется в сторону того что рабочий класс исчезает получаются другие какие-то слои интеллектуальные которые занимаются совершенно другой работой что все это будут делать скоро роботы в том числе они говорили о том что и в России то что разрушается промышленность это хорошо это современный тренд посмотрите на Соединенные Штаты Америки а что происходило в действительности если просто производство переносилось на тот момент в Китай который привлекал вот эти инвестиции начиная с 80-х годов в Индию и если взять структуру как менялось на земном шаре в целом во всех странах всю статистику сложить такие исследования тоже есть то оказывалось что численность рабочего класса она увеличилась в абсолютном и в относительном выражении за это время никакого постиндустриального оно было государство гарантии это признак государства гарантии изменение структуры уменьшение оседленности рабочего класса и все а в целом на земном шаре во всех странах если взять дальше статистику она увеличивалась то есть роль рабочего класса она ставится по-прежнему в процессе производства одно из главных и ведущих рабочий класс все производит как было это сто лет назад здесь тоже ничего не изменило все это время в Китае число рабочих росло ну численность абсолютно и относительно увеличивалось поэтому говорить о том что Китай на данном этапе является государством раке мы тоже пока не можем дело в том что еще большое значение имеет какая международная валюта является общепризнанной резервной вы знаете что доминирует здесь доллар большинство международных платежей расчетов происходит в долларах являются какие валюты еще могут применяться в международных расчетах еще их три дополнительных доллара это иена евро и юань китайский и в настоящее время китайский юань уже в расчетах за счет того что огромная товарная масса которая приводит Китай она вытеснила иену и уже конкурирует с евро и в определенный месяц там она даже расчеты в юане превосходит чем расчеты в евро хотя в целом 85% всех культурных это доллар то есть доллар пока доминил безоговорочно но тем не менее вот есть еще такая валюта как юань это мы все должны понимать о том что положение современной Российской Федерации которая начала военную операцию оно не связано с попыткой передела империалистического рынка потому что у нее нет мощностей экономических пока нет такой потребности нет такого капитала избыточного что он требует куда-то вывозить своего вывоза у Китая это появляется для того чтобы вывозить капитал и получать судный процент с вывоза капитала еще Маркс говорил нужен судебный пристав судебный пристав в то время роль судебного пристава военный флот Англии выполнял то есть должна быть военная сила которая позволяет поставить должника в нужное положение вообще говорили что связь между кредитором и должником более прочная чем между продавцом и покупателем это связь более прочная поэтому нужен судебный пристав который вот эту связь более прочной будет еще более прочной делать в нужные моменты Российская Федерация она определенно имеет значительный военный потенциал который достался ей от Советского Союза имеется ввиду в современных технологиях то есть это ядерное вооружение ядерные бои совокупные ядерные боезаряды нас соизмерим с боезарядом там стран НАТО всех вместе поэтому здесь просто так использовать Российскую Федерацию не получается эксплуатировать и делать из нее государство которое из которого можно выкачивать прибыль российская буржуазия за вот это время а крепло не хочет хочет быть еще более сильной не хочет делиться естественно прибылью с эксплуатацией природных людских ресурсов Российской Федерации с более сильными странами не хочет а вот эта угроза которая исходит от США она присутствует все время поэтому мы и говорим что экономический интерес со стороны Соединенных Штатов Америки это поставить под контроль природные ресурсы Российской Федерации под свой контроль давайте пока на этом остановимся да в экономике мы показали современное положение Российской Федерации и Китая в экономике мира другое наше расхождение с компартией Греции в определении то что они не согласны это определение фашизма и тактики антифашистских фронтов они считают что Коминтер допустил ошибку когда допустил союзы коммунистов социал-демократами и с дружесными демократами против фашизма и они говорят о том что весь опыт второй мировой войны и последующего показал что это была ошибка почему была ошибка как показал значит выходит представитель Компартии Греции и так политически воскликивает греческий народ заплатил слишком большую цену за эту ошибку за этот союз какую может быть он еще большую цену бы заплатил если бы этого союза не было то есть пояснений нет я говорю вот эти размытые неуловимые границы все время оттуда приходят но тем не менее вот здесь мы произошлись поэтому они вот это Коминтернскую определение фашизма не воспринимают своего они не дают на Украине считают вторжение неприемлемым потому что нет империалистических государств таких как США которые грабят весь мир этого нет с их точки зрения Россия фашизм тот который в их представлении является порождением империализма она здесь конечно правильно уничтожить не может бороться с ним не может поскольку она сама такая же империалистическая и потенциально такая же фашистская как и Украина поэтому она не может уничтожить фашизм там потому что она сама такая примерно их терминология выводы какие из греческих ну вот это реализационная фраза да мы должны бороться в каждой своей стране против своей буржуазии революционной за революцию а дело украинского рабочего класса бороться против своей буржуазии не надо ему мешать вмешиваться такой вывод который делают греческие товарищи есть другая на международном уровне организация международная антипериалистическая платформа она придерживается той точки зрения что главная угроза исходит от Соединенных Штатов Америки это империалисты которые проявляя свою хищническую сущность двигали НАТО спровоцировали Россию которая была вынуждена в буржуазии защищать свои капиталы и отражать эту агрессию но вот эти товарищи они наоборот переоценивают роль России и Китая они считают что Китай социалистическая страна которая в силу своей природы социалистической она борется против фашизма Россия которая в их представлении является носителем отчасти идей Советского Союза сохранением его традиций тоже антифашистская вот эти прогрессивные страны которые способны сплотить вокруг себя весь остальной мир и повести мир к прогрессу сокрушая империалистов США это другая крайность но к какому прогрессу в принципе в конечном итоге ведь каждый империалист стремится не к свободе и прогрессу а к господству это Ленин подчеркивал поэтому здесь будет то же самое на каком-то этапе когда потенциал будет значительный капитал надо некуда будет девать внутри страны его надо будет вывозить нужны будут свободные рынки протоксионизм будет то же самое в условиях частной собственности на средства производства это другая крайность мы также проводим свою линию мы РКРП проводим свою линию на этом международном на этой международной площадке ну и надо сказать что вот эта теоретическая борьба которую мы ведем но есть практические элементы которые присутствуют на международном уровне например мы пытались создавать европейскую коммунистическую инициативу такую в рамках тех партий которые мы признаем коммунистическими свободными от оппортунизма и борящимися с оппортунизмом создали редакцию международный коммунистический обзор РКРПТОна входило однако греческие товарищи которые в том числе участвовали они посчитали что на данном этапе наши пути разошлись и они ликвидировали попытались пытаются ликвидировать проект европейской коммунистической инициативы объявили его закрытым вот и подвергнули перетряхиванию так сказать редакции журнала комобзор сказал сказав заявив что в эту редакцию могут входить только те партии которые признают войну в Украине империалистической с обеих сторон несправедливое и неприемлемое вторжение Российской Федерации только вот те партии являются действительно марсистскими и только они могут входить в эту редакцию журнала при этом еще другая неприглядная ситуация которую я бы хотел сказать вот эта борьба которая идет в рамках солиднет она как правило выливается в конечном итоге в двух заявлениях в двух проектах одно которое отражает линию Компартии Греции война несправедливая империалистическая и Россия неприемлемая вторглась и вторая это говоря о том что война на данном этапе справедливая со стороны Российской Федерации защитная освобождающая трудящихся Донбасса от нацистского фашистского режима вот эти две резолюции они набирают находят сторонников среди международного сообщества и размещается в том числе на информационных площадках информационная площадка SolidNet это сайт SolidNet и ведет его отвечает редакция которая состоит из членов международного отдела Компартии Гриции они отвечают за ведение сайта они администраторы они размещают материал они пытаются на данном этапе ввести в заблуждение всех под наше заявление собрано 32 подписи они поставили 12 разместили а под свое заявление поставили все которые им удалось собрать получилось что у них больше хотя на самом деле ситуация обратная на наши письма они не реагируют не отвечают информацию по количеству подписантов не меняют мы несколько раз туда обращались просили их исправить ситуацию тем не менее ответа пока никакого нет поэтому мы написали на днях в рабочую группу информировали всех остальных товарищей в рабочей группе SolidNet о том что происходит такая борьба нечисто плотная со стороны руководства Компартии Греции мы считаем это как раз тоже одним из проявлений оппортунизма со стороны этих товарищей ну и в заключении я хотел показать связь империализма и оппортунизма то есть империализм питает оппортунизм он подкупает в конечном итоге вот получая монопольную прибыль в отраслях или на уровне государств рантье он подкупает разращает и рабочий класс ну и разращается сама себя буржуазия империализм есть загнивающий паразитический возвращение и гниение в чем проявляется в том числе вот если мы посмотрим на законы гендерного равенства в Соединенных Штатах Америки вот это ЛГБТ ну Содом и Гамора да по сути дела разращение это разложение разложение общества вот оно разлагается оно разлагается на глазах у нас это именно вот причина надо искать материальные причины материальные причины это жизнь за счет других паразитизм паразитизм порождает разложение личности если посмотреть в историю то Римская империя когда на своем последнем витке перед тем как разрушиться под воздействием варваров там те же самые нравы были мажеложество и прочие проявления то есть верхушка аристократия общества само разлагается паразитическое общество разлагается это мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки ничего пока не наблюдаем в России ну и в Китае естественно ну и заканчивая хотел бы закончить фразой Ленина что борьба с империализмом мы все-таки с вами боремся с империализмом если она неразрывно не связана с борьбой с оппортунизмом это порождение империализма оппортунизм рабочего движения если это не связана неразрывно борьба с империализмом с борьбой с оппортунизмом есть пустая лживая фраза поэтому будем коммунистами будем бороться Спасибо. Вопросы поступили. Пожалуйста. Виктор Каев спрашивает. Как вы считаете, КПРФ сегодня превозносит Сталина? Это их шаг в сторону революционности или, опять же, проявление оппортунизма? С какой целью они превозносят Сталина? Они примазываются, по сути дела, с одной стороны, к Сталину, к советскому периоду, а с другой стороны, опошляет его идеи, делая из него, так сказать, некого буржуазного деятеля. Сам Иосиф Исарионович говорил, когда его спрашивали по отношению к... сравнивали с цесарем, да, с Петром Первым. Он же ясно объяснил, что Петр Первый – это представитель класса дворянства, все дело для возвеличивания именно дворянства, а он представитель рабочего класса. как бы классовый враг этого царя, и все дело для того, чтобы трудящиеся жили хорошо. А КПРФ, оно, конечно же, извращает роль учения его дела Сталина. Я считаю, что это проявление оппортунизма. Я так считаю. Выполняет ли путинский режим в СВО и на Донбассе хотя бы частично что-то в интересах рабочего класса. просто у рабочего класса свои цели и задачи. Свои цели и задачи на Донбассе – это освободиться от нацистского режима. И в какой-то части, в какой-то вот этой части, на данном этапе выполняет. Потому что нацистский режим угрожает на данный момент и, так сказать, буржуазии Российской Федерации. Но если они договорятся, если договорятся, а такое нельзя исключать, этот нацистский режим не будет представлять угрозы, а будет направлен, например, против Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что тогда российская буржуазия сама станет реакционной и сама будет угрожать уже народу Донбасса, если это произойдет. Сколько миллионов донбассов страдают? Говорят, говорят об империализме и о людях молчат. Сколько миллионов донбассов страдают? Кого? Донбассов? Донбассов. То есть высокие понятия империализм, капитализм есть, а конкретных людей нету? Ничего не жаляйте. Ну нету. Вопрос ясен, давайте. Как люди живут? Страдают все, кто живет на Донбассе. Страдают все, кто живет в Запорожской области, в Херсунской. Ну как? В принципе, и... Но почему эти люди страдают? В Белгородской области страдают, в Воронежской. Ну... Потому что туда тоже прорываются снаряды. То есть они дополнительно страдают. Война это всегда зверство и всегда страдание. Но это страдание не связано с анализом греха. Запишитесь на выступление. Вопрос есть, ответ есть. Они с одной стороны в 2014 году вроде понимали эти страдания, даже поездили и осуждали вот этот переворот. Но как только началась специальная военная операция, они забыли об этом, получается. Изменили свою позицию. Что можно сказать, плюс или минус, об указе Путина об отмене бюджетного правила. Какие последствия для экономики РФ в развитии этого шага могут быть? Честно говоря, я не в курсе о бюджетном правиле, который я отменял. Но я полагаю, что вот с одной стороны Путин сейчас заинтересован в мобилизации экономики. Но он работает теми инструментами, которые ему доступны. Честно, собственно, везде все равно есть воровство, определенная коррупция. Наверное, он пытается каким-то образом помочь реальному сектору, который производит вооружение. Потому что он сейчас заинтересован в этом. И принимает определенные меры для этого. Ну, так и. Спасибо. Вопросы закончились. Есть записавшиеся на выступление. Виктор Акадьевич Киркин. Пожалуйста. Надо поблагодарить Степана Сергеевича за тему лекции. Значит, он в заключение нам привел слова Владимира Лесятна. О важности борьбы с оффортунизмом. Значит, что бороться с империализмом, не борясь одновременно с оффортунизмом, это пустая, лживая фраза. Это пустое дело, короче говоря. Это действительно так. Ну, значит, я бы хотел дополнить, что ли, или напомнить нам всем еще интересное выражение Ленина, которое раскрывает, почему так сложно вообще бороться с оффортунизмом. Ну, почему? Ленин писал, вот у него есть небольшая работа, русский радикал задним умом, крепок, где он говорит, что напрасно у нас употребляют слово оффортунизм просто как ругательство. Это гораздо более сложное явление. И вся сложность заключается в том, что оффортунист, он не предает своей партии. Он не покидает ее, он сам, значит, искренне думает, что он служит, значит, делу рабочего класса, ну и так далее. Он может из сил выбиваться, ночами не спать, сгорать на партийной или где-то работе. Вот оно в чем это дело. Вся его беда в том, что он прогибается под действием обстоятельств, понимаешь, и жертвует коренными интересами движения в угоду семиминутных, модных, давлеющих, ну и так далее и тому подобное. Вот в этом сложность. И мне, наверное, довелось наблюдать, как особенно в годы перестройки, вот Горбачевский, 28-го съезда партии, вот везде шло вот такое давление, рынок, 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 развитие и прочее, прочее. И противостоять этому, особенно с идеей, так сказать, преодоления табарности и прочее, было очень сложно. И люди, которые в теории оказались слабы, в коммунистической теории и прочее, но искренне были преданы делу, тоже шли по этой дорожке. Вот я лично знал Егора Позьмича Легачева, он ко мне даже домой приезжал, мы там водку пили и закусывали и прочее, но это честный человек, вот ему надо умереть за дело, умер бы, да? Но вот это общее настроение, давление, и он выходил на трибуну съезда и говорил, да я тоже за рынок, только за социалистический. Понимаешь? Это пример маленький одного человека, а целое направление существует в нашей, значит, коммунистической жизни, так называемые рыночники, рыночный социализм, так сказать, китайской специфики, ну и пошло, поехало и прочее. То есть вот здесь еще раз подчеркивается, насколько важна роль теории отношения к коммунизму, как к науке, знаешь, и понимание. Дальше. И еще один пример, я его уже приводил, вот еще раз. 28-й съезд, подходим мы к этапу выбора генерального секретаря, да? Вот собирается ленинградская делегация, из нас вот я, Виктор Робертович, сегодня нет его, да, делегаты съезда. И, ну, как бы обсуждается вопрос, как голосовать завтра. Делегация большая, от Ленинграда 140 там чем-то человек. Значит, понятно, наша позиция, коммунистическая инициатива там. Выходит Юрий Павлович Белов. Ну, он честный человек, по-своему преданный делу и прочее. Но, вот его речь. Горбачев, конечно, плох. Это, безусловно, плохо. Но, он президент, и он единственный, кто в создавшейся ситуации может защитить партию. Надо голосовать за него. Ну, вот, вот логика, понимаешь, это такая всеминутная, приспособленческая, прям прагматичная такая, что ли. И выбрали защитничка, вот. Так, что имеем, мы знаем, а тем более слышали уже следующие высказывания Горбачева, что у него чуть ли не цель жизни была, да, изменить систему, там, бороться с коммунизмом, проще, но это уже другой вопрос. Поэтому, очень важная эта тема. Единственное, я только хотел еще вот помочь, что ли, или дополнить, или подметить. Очень часто люди уходят на употребление оппортунизма, действительно, просто как, ну, негативный такой ярлык, и в том числе относит его к другим, другим совсем течением, не коммунистическим. Вот те же наши греки любят говорить, вот, Сириза, это оппортунисты, у них там оппортунизм проявляется, и пошли наворачивать. Так Сириза, она себя коммунистами-то не называет. Это классическая социал, так сказать, демократическая, буржуазная сила, которая там, поэтому, речь идет о, прежде всего, уклоне, который внутри нашего, коммунистического движения, внутри и своей партии, и, может быть, даже внутри каждого из нас, да, бывают моменты, когда кто-то не затягивает, двигаемся мы, чего-то где-то. За этим, конечно, надо следить. Ну, а Степану Сергеевичу большое спасибо за просиданную версию. Спасибо за дополнение, ну, и в развитии того, что сказал Виктор Аркадьевич. Значит, есть честные оппортунисты, да, которые вот сейчас приводились к примеру, ну, грубо говоря, и нечестные, которые понимают, что они оппортунисты, но, тем не менее, их купили, и они ведут эту деятельность. Владимир Ильич Ленин говорил по этому поводу, что между первыми и вторыми в человеческом плане разница огромна. В человеческом плане. В политических результатах никакой. Политические последствия одни и те же. Честные и нечестные оппортунисты. Политические те же самые результаты. Поэтому будем бороться и с первыми, и со вторыми. Честные оппортунисты, самые опасные, и было единственное. Спасибо. Спасибо, Иван Степан Сергеевич. Объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема занятия «Ленинские принципы внешней политики и концепция мирного сосуществования». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Дептерев. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok